Когда-нибудь вы умрете. Все мы когда-то умрем. Может завтра, а может через 50 лет. Как и во времена всех поколений, придет и наша очередь оставить это тело. Ведь мы были взяты из праха, и в прах возвратимся. Неважно, стало ли ты известно, или ты смог скопить все сокровища мира, только смерть неизбежна. Рано или поздно мы уйдем отсюда, как и пришли, оставив абсолютно все в этом мире, который и сам приговорен к погибели. Но что, если смерть — это еще не конец? Тот факт, что всем нам предстоит шагнуть в небытие, неприятен для разума. И естественным образом мы стараемся об этом не думать. Будто именно нас это якобы не коснется. Но было бы разумнее поразмышлять об этом факте, чем игнорировать его. В чем же смысл существования человечества? И ради чего или для кого мы живем? Эгоизм — это значит жить только для себя. И напротив, безусловная, ультимативная любовь, готова жертвовать собой ради ближнего, не требуя ничего взамен. Две тысячи лет назад Ешуа провозгласил это революционное утверждение. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Ешуа, в общем-то, сформулировал и подытожил всю Тору по-новому. Твой друг, твой ближний — это не только такой же верующий, как ты, но любой человек. И истинное человеколюбие — это когда я готов безвозмездно жертвовать собой ради других, даже если они меня не любят. Это действительно пример образа и подобия Божьего. Благую весть о жертвенной любви Ешуа подкрепил и своими делами, когда, дав душу свою в искупление грехов, избавил нас от осуждения. Что же это значит? Физическая реальность — это отражение мира духовного. Как на земле, так и у Бога имеют место быть справедливость, закон и порядок. И если так, Бог не может просто закрывать глаза на наши ежедневные прегрешения. Это было бы несправедливо. За ошибки надо платить, а грехи требуют искупления. Именно по этой причине библейские пророки утверждали, что Мессия должен был умереть. Только в жертве невинного, праведного и совершенного агнца, берущего на себя вину всех людей, есть прощение грехов для нас. В жертве Ешуа Мессии мы видим Божью любовь, жертвующую собой ради грешного человечества. Это не галахический, отдаленный Бог, недоступный для верующих в Него, существующий лишь теорией на страницах Сидура, но Бог Авраама, ищущий отношения и близости, и поэтому явивший Себя в личности Мессии Ешуа. Он жил среди нас, людей, и открыл, что есть истинная любовь, приняв ужасные страдания. Он сделал нас праведными в глазах Божьих, взяв на Себя смертный приговор, который положен нам. Жертва безгрешного Мессии не была достоянием лишь избранных мудрецов, но приблизила к Богу в особенности сломленных, отверженных грешников, иудеев и язычников. Мессия — это не какой-то жестокий генерал, жаждущий кровопролития, но кроткий Спаситель, защищающий угнетенных. Он не аристократ, живущий в царском дворце, но Искупитель, смиренно омывающий ноги грешников, объединяющий сокрушенные сердца. Он Спаситель, готовый смирить себя, уподобившись падшему человеку, и своей кровью осветить и очистить нас от всех наших омерзительных грехов. Поразительно, что эта благая весть обрадовала не всех. Ведь если через Мессию Бог становится доступен для всех ищущих, то религиозные лидеры рискуют потерять свою власть. Как известно, в период Второго Храма это были преступные и темные личности. По свидетельствам историков, раввины и священники того времени погрязли в коррупции до основания. Они смешивали веру с политикой, торговали религиозными постами и должностями, обогащались за счет обычных бедных людей, и все это прикрывали Божьим именем. Но нет ничего нового под солнцем. Уже в Ветхом Завете Бог обличает религиозных лидеров злоупотреблением властью и силой, потому что все они от малого до большого предались корыстолюбию. От пророка до священника все действуют лживо. Они своими нечистыми деяниями, насилием, угрозами обесчестили иудаизм. Те, кто должен был быть представителями Бога, в действительности окружили Его стеной, отдалив от Него людей. Они используют созданную ими же стимул власти, чтобы подавлять бесхитростных своих и простых последователей. Они утверждают, что только через них можно познать Бога в соответствии с их выдуманными условиями. Они обещают вам вечность со Всевышним только, если вы признаете их своими верховными правителями. Под гнетом этих людей тьма восстала против света. Продажность вытеснила праведность, зло ополчилось на добро и неоправданная ненависть, ставшая причиной распятия Мессии, и также разрушила храм. Это было наказание, посланное Богом. Они, коррумпированный религиозный лидер, здравистники, считавшие себя элитой, заключили позорный политический союз с римскими идолопоклонниками. Они успешно натравили израильское общество против Божьего Мессии, над ним издевались, плевали в лицо и в конце концов умертвили без всякой на то его вины. Но все это не стало неожиданной помехой для плана Божьего, но, напротив, оказало усиливающий эффект во взаимодействии с небесной стратегией. Именно в этот темный период времени явления Мессии народу зажглось ярким пламенем, которое не смогли потушить нечестивые люди. Ведь Иешуа не пришел для того, чтобы просто сдаться лицемерным фарисеям, но из сильного вышло сладкое. Именно поношение и страдания по милости Божьей привели к победе над злом, когда смерть одного Мессии стала искупительной жертвой за преступления всего человечества. Это поистине шедевральная картина мудрости и величия Бога, Его любви к Своему творению. Мы взбунтовались и согрешили против Него, а Он, по Своей милости и с той смертью, причиной которой мы были, произвел новую жизнь. Поэтому сказано в Новом Завете, Бог есть любовь. Но не все смогли это вместить, и до сих пор многие так и не понимают. Нам, как сотворенным существам, трудно познать Творца и истинную любовь, которую нельзя навязать другим. Поэтому того, кто это отвергает, не будут заставлять. Он останется в погибающем безбожном мире. Но тот, чья душа жаждет вечности с Богом, благодаря Мессии, просто должен уверовать. Кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам Ему, сделается в Нем источником воды, текущей жизнью вечную. В соответствии с верой в Мессию, отдавшего свою жизнь за нас, все преступления и грехи прощаются с духовной точки зрения. Пролитая кровь очистила, омыла и открыла новую чистую страницу для всех страждущих. Там, где другие осуждают и отвергают, Яшуа Мессия ожидает, чтобы обнять, поддержать и восстановить сломленных. Праведный Мессия пролил свою кровь, чтобы все мы, духовные мертвецы, обрели жизнь. Безгрешный взял на себя проклятие, чтобы дать возможность грешникам стать праведными. Через Яшуа, еврейского Мессию, победившего смерть и воскресшего из мертвых, открылся доступ к общению с Богом. Широко открыты врата для каждого человека. Не потому, что ты достаточно хорош или ты это заслужила, не потому, что мы впечатлили Бога какими-то церемониями или выдуманными традициями, но только лишь по милости Божией и благодаря тому, что Он в образе Мессии сделал ради нас, мы имеем обетование в вечной жизни. И когда мы принимаем и познаем всепрощающую Божью любовь, то она дает нам способность возрастать, укрепляться и прощать, и даже любить своих врагов. Яшуа учил, что для того, чтобы собрать небесные сокровища, вечные ценности, которые нельзя похитить или уничтожить, мы должны любить других, так же, как Сам Бог возлюбил нас. То есть мы можем угодить Богу не исполнением правил и соблюдением запретов, а когда мы имеем любовь даже к врагам и жертвуем собой для других. И в этом назначение и смысл жизни. В преддверии Своего Царственного Возвращения Яшуа уже владычествует в сердцах верующих. И если так, то значит уже не важно, как и когда придет наша очередь умереть, потому что та надежда, что есть у нас, не зависит от жизненных обстоятельств, но только лишь от неизменной вечной Божьей милости и Его обетования, что мы воскреснем из мертвых.